Ума гена тимирандася, ага гена жана шелакая, чакширу милитамина, тасмаиши, гуравейна махан. Сказать судьи. джиганадхадас бабаджи махарашки идея ширупа новую гуру варгаки идея на матча решила харида стакурки идея котива и шнавы риндыки идея сочетание сразу от матка чарил риндыки идея щипа отведя роман пробуки идея я умею что подвешивая нем силача бахтидан свои пропадки фигуру парамбурки идея и супер и кара шиши гуру уранга ган-харлаги ритха резюки идея джащий гирираж гор хамки идея и джащий дри симхония прохват махарашки идея снимать и тусе махара не урин дедыки идея бахты в риндыки идея не той гор при монанды джащий картика врата ки идея рекриша дорогие преданная рады всех видеть на нашей дневной программе можно какие-то вопросы как христианам лучше всего и доступнее всего для них объяснить кто у нас ну это целый разговор вести но в зависимости бог во первых тут самое главное понять что христиане христианам тоже розе я имею в виду просто есть когда приходит настоящий момент общение с каким-то христианам соответствую с этим нужно понять насколько они все понимают там допустим если это иудеи они вообще не признают никаких божеств но нужно сказать что господь господь просто насколько они вообще будут слушать бог обеет но так он абсолютен он имеет безграничное количество форм и постоянно приходит на землю своих разных обличьях вот и в соответствии с этими обличьями но записываются какие-то формы надо начать нужно с аналогии допустим допустим что у них в церкви происходит что что мы говорим вы не видим когда приходим в церковь первым делом мы видим но иконы да на иконах то запечатлены снова великие святые то есть некие богоугодники которые служили господу когда-то вот прославились какими-то деяниями своими соответственно им поклоняемся скажем у нас ну примерно такая же ситуация у нас гуру парампара то есть это учителя которые приходят в этот мир и учат как как служить господу в нашей традиции с универсальной точки зрения с одной стороны объясняют на другой стороны объясняют как служить в определенных взаимоотношениях с богом вот и ну во взаимоотношениях нужно уделить внимание то есть что у каждой души есть свои собственные неповторимые взаимоотношения с господом и но так получилось что когда пришел иисус христос он дал некую универсальную религию для всех вот в общем для масс да то есть это не для каких там специально подготовленных людей людей а в принципе ну скажем так для для грешников то есть что люди которые грешили грешили потом осознали свое негативное негативное поведение решили покаяться и соответственно поклоняются и соответственно кому поклоняются его ну так сила определенного ментала всего определенных времени обстоятельств они встретились именно с концепции господа как как это отдается в христианстве но есть, скажем, бесчисленное другое количество концепций допустим, тот же ислам, тот же иудаизм, тот же буддизм а если мы зайдем в ведическую культуру то мы практически найдем безграничное количество духовного восприятия различных духовных концепций и, скажем, поэтому Индию называют страной миллионов религий почему? потому что каждый человек, у него есть свои собственные взаимоотношения с Господом и он видеть Бога будет в любом случае каким-то определенным образом и даже то, что мы приходим в храм и смотрим на божеств или, допустим, вы приходите в церковь и смотрите на иконы, на распятия вот каждый человек он все равно по-разному воспринимает и разные церкви по-разному представляют Господа, правильно? то есть в католической церкви будет определенный храм в православии другой храм в протестантском еще как-то по-другому то есть везде будет свое какое-то восприятие то есть свое какое-то изображение того же Иисуса Христа тех же святых они могут отличаться между собой, правильно? даже на этом уровне но если мы берем более глубокую идею ну, а кому вообще сам Иисус Христос поклонялся? вот, вопрос потому что он-то говорит, что он сын Божий соответственно, он поклонялся Господу как отцу какому-то, да? то есть он воспринимал Господа как отца но изображение отца, ну, мы, наверное, мало где найдем то есть, ну но почему? потому что отец в данном случае он, ну, не проявлен для масс как личность он находится где-то за завесой то есть он находится в неком своем мире создает этот мир, творец, да? вот здесь что-то происходит в этом мире и когда происходят какие-то события он посылает своего сына вот, ну, это одна из бесчисленных лил Господа но какое субъективное бытие Господа вот чем он вообще занимается в своей обители и об этом веды как раз рассказывают то есть и поэтому они говорят, что высшее высшее то, чем Господь занимается это его бесконечные любовные взаимоотношения со своими близкими преданными а точнее, со своими ближайшими преданными вот у нас на алтаре скажем, это сам Господь который занят своей собственной субъективной жизнью то есть в обществе своей внутренней энергии Шри Матери Адхарани а сочетание Махапрабуя это тот же самый Господь но когда Он объединяется то есть вмещает в себя и женское, и мужское и в то же время Он хочет еще пережить то, что испытывают преданные во взаимоотношениях с Господом и Он является как преданный ну, вот это как-то вкратце но это можно долго об этом рассказывать потому что, и опять же, нужно понять, что каждый человек, который придет ну, он будет по-разному воспринимать то есть, и нужно ну, когда мы ну, допустим, когда мне приходилось ну, общаться ну, с какими-то людьми ну, и христианского толка и вообще людьми ну, в первую очередь ну, в частности, о божествах мы сначала задаем наводящие вопросы а как вы воспринимаете как вы думаете вот по этому поводу и в соответствии с тем, что люди говорят можно построить некий некий диалог потому что люди находятся нужно понять, на своих картинках то есть все, что ну, мы знаем о божественном это все некие наши, на самом деле, картинки ну, к примеру, мы слушаем слушаем постоянно слушаем ну, скажем пересказы биографии наших учителей скажем, есть книжка в которой описана биография наших учителей и как мы воспринимаем как жили наши учителя мы воспринимаем, в принципе, как книжки написано правильно? то есть, или нам рассказали преданные то ну, и большинство из нас ну, особенно о учителях прошлого там, о бахтиной такури о шришидаре махараджа о сарасвайсе такури в принципе ну, я не говорю уже о учителях прошлого в принципе, ну, кто-то воспринял кто-то пропустил через себя то есть, возникло какое-то реализованное восприятие и эта личность она выдает это реализованное восприятие ну, допустим, если взять с исторической точки зрения скорее всего, это будет неправда потому что, ну много очень деталей которые нам рисуют собственное воображение какие бы мы не были святые или не святые да, все равно мы будем что-нибудь дорисовывать все равно будет что-то и когда в конце концов ну, проходит там какое-то количество лет естественно, образом нам преподается опять какая-то картинка которая соткана из различных восприятий разных людей а насколько она вообще действительности соответствует это я думаю, что вообще не соответствует то есть и пребывание Иисуса Христа в этом мире оно не соответствует нашему восприятию пребывания других святых но мы должны на чем-то концентрироваться мы должны как-то воспринимать и на самом деле на самом деле но то, что это и говорит о том что мы все находимся в своих разных взаимоотношениях с Божественным миром то есть у нас это не является неистинным неистинным более того, что если Лила постоянно повторяется и она происходит и во времени и на планах бытия она все время какие-то детали меняются а если еще учесть то, что Лила может происходить и в сердце преданного то она постоянно там крутится соответственно она может менять какие-то очертания какие-то формы поэтому а Божества Божества это скажем так застывшее мгновение жизни Господа то есть вот ну просто когда-то когда-то читал книжку такое ну такая фантастика но мне в каком-то смысле она заинтересовала там описывается как мир и что существует одновременно все то есть там ну путешественники муж и женщина она в какое-то время они то ли летели то ли а на вертолете они по-моему летели и они потерпели крушение и они попкали по какую-то реальность они опять летят на этом вертолете над каким-то морем и там как бы различные узоры и они говорят давай посмотрим вот на этот узор они подближаются к этому узору и входят в реальность где где они бы проживали свою жизнь если бы они в своей действительной жизни поступили бы по-другому то есть понимаешь и вот этих узоров это безграничный океан то есть куда куда только человек не сядет везде он где-то как-то по-другому поступил то есть есть там очень негативные реальности есть очень позитивные реальности то есть безграничное безграничное количество реальности как бы произошло В каждом мгновении мы можем сделать какой-то выбор Соответственно, наша судьба пойдет совершенно по-другому Но мы делаем какой-то выбор, мы и живем по этому Но гипотетически, если бы мы сделали другой выбор То все пошло бы совсем по-другому И вот этих реальностей, они тоже существуют на самом деле То есть мы их не видим, но они реально могут существовать Потому что мы далеки от всего этого Но если прокрутить это в своем сознании, в своем сердце То мы реально будем проживать А возможно, когда-то это будет еще и реализовано Но они на самом деле все в информационном пространстве Все прописано на самом деле То есть серово возможное развитие событий Но это фантастика, фантастический мир На самом деле, до какой-то степени мы можем понять, что такое Как этот мир вообще порождается, как он существует Как он может развиваться Какие законы действуют Но это все как бы Мы просто Наш путь, он в чем заключается Мы постигаем наставления наших учителей Воспеваем святое имя Плюс еще то, что мы воспринимали через свой собственный непосредственный опыт То, что мы воспринимали через опыт других людей То есть наш неосознанный опыт То есть, который там где-то сны какие-то, еще что-то Плюс еще милость Господа, которая может у нас периодически проливаться В каких-то вариациях, в каких-то моментах жизни Соответственно, из этого складывается наше бытие И вот божество, это мгновение вообще из всего-всего возможного Только вот оно раз запечатленное мгновение Поэтому божество, их нет числа То есть, они могут проявляться То есть, Господь может проявляться В очень удивительных обличиях В очень удивительных формах И все это имеет место быть Вот, теперь вопрос, самое главное Ну, какова наше Какова наше вообще отношение ко всему этому И вот, что нам говорят Что странство, бесчисленное множество жизней По разным перепитиям этого мира То есть, испытывая бесконечные страдания Потому что нужно понять, что в этом мире материальном Ну, счастье, это такое временное прекращение страданий То большинство в своем Ну, люди-то страдают Сначала страдают, чтобы достичь счастья Потом достигают счастья Испытывают его кратковременно А потом пожинают плоды этого счастья Соответственно, отрабатывают Потому что, ну, в процессе достижения этого счастья Это тяжело И еще плюс нужно было Массу других живых существ убивать Вот, чтобы достичь этого счастья Правильно? Вот, потом достигаем, испытываем И потом, как бы, приходят реакции За то, что мы всех этих существ убивали Топтали, ели Вот, соответственно, как-то использовали И вот этот мир вот такой И вот странство, бесчисленное количество жизней По вот этим разным материальным вселенным Разным планам бытия В какой-то момент времени Мы соприкасаемся с идеей божественности Что есть Господь, который все это создал Что, который все это сотворил Этот удивительный мир Вот, и плюс мы еще узнаем, что у него есть собственное Субъективное бытие И собственное Духовное окружение С определенными личностями В которых он находится Вот, но Единственное, что говорят Что мы туда не можем войти Пока мы находимся В этом оскверненном состоянии стяжательства Пока мы хотим Ищем собственное счастье В этом материальном мире Пока у нас есть идея того, что мы сможем Без Господа наслаждаться Без Без То есть Пока у нас есть идея, что мы И сами себе Господь И сами вокруг нас Весь этот мир крутится И все здесь Жиждится исключительно на моих потребностях И желаниях До тех пор мы не сможем Никаким образом соприкасаться С этим материальным миром Единственное С духовным миром Единственное На уровне такого какого-то Очень редких впечатлений При встрече Возможно С какими-то духовными людьми Но сама встреча с духовными людьми Дает нам огромное Богатство Потому что, говорит Даже мгновение общения со святым Достаточно полностью изменить Жизнь человека И его мировоззрение И его восприятие реальности Почему? Потому что человек пришел И он в какой-то момент времени Он жил и жил Страдал и страдал Тут раз ему говорят Что на самом деле Все это не так Как кажется Все может быть совершенно иначе Человеку может заинтересоваться А как иначе? Ему говорят Иначе нужно очистить сознание Восприятие И на самом деле Все это есть Внутри каждого живого существа То есть Не то, что какая-то Книжка Где описаны Какие-то там сказки Все это Реально мы сами все осознаем Потому что мы полностью Духовные И полностью трансцендентны Вопрос просто нашего невежества Потому что мы как душа Погребены под кучей Вот этих материальных элементов Начиная с сложного эго Сложное эго Инстинкты Ум Разум Материальные элементы Причем материальные элементы Эта материальная оболочка Это вообще самая грубая И вот если долго себя Ну скажем В зеркало рассматривать Можно очень многие вещи Осознать на самом деле Просто понять Что это какое-то Ну Что-то не живое На самом деле Оно наполнено жизнью Потому что мы находимся там Это как вот Здесь компьютер Если он выключен То это просто Ну Экран Темный Там ничего нет Но если мы в него входим Да То есть мы даем инициацию ему Включаем электричество Начинает И раз Компьютер оживает То же самое тело То есть Когда мы входим в тело Это тело оживает То есть оно начинает Приобретать какие-то очертания Какие-то желания Какие-то мысли Вот какие-то Картинки крутятся Вертятся И соответственно Вот эти вещи Ну Мы даже понять И когда мы И сначала у нас это все Какими-то такими Как в полохе Такие Раз Иногда раз Проясни Про просветление Потом опять Погрузились в этот материальный мир Опять все забыли Потом опять раз Прояснение Опять все забыли Вот Но если мы Ну Серьезно заинтересовались этим вопросом И решили Решить этот вопрос Разобраться как-то со всем этим Тогда мы будем искать духовную практику То есть мы встанем на духовную практику И поэтому приходим к духовному учителю Получаем посвящение В какую-то духовную практику Ну нужно понять Что много духовных учителей Много духовных практик В разных традициях В разных обычаях Вот И получая В любом случае Ведет нас Наша собственная Собственная духовная сущность В определенных В определенных взаимоотношениях с Господом И она приводит к определенному Духовному учителю Дает определенное восприятие Ты не говоришь Что там Другие духовные учителя Они как-то неправы Или что-то еще Просто это Та же самая истина Просто под другом Под другим углом зрения Вот И встречая духовного учителя Душа Она получает инициацию И начинает духовно практиковать Постепенно очищается Вот когда Этот момент произошел То говорится Что душа Она будет продолжать Свой вечный путь Но она уже Из жизни в жизнь Будет перерождаться Но будет перерождаться В категории В категории Не просто Странствий Бесцельных По этому материалю мира В категории Духовной практики И будет она до тех пор Перевоплощаться Пока она Не совершит переход Из материального сознания В духовное сознание А духовное сознание И материаль Отличается только одной вещью То есть в материальном сознании Душа думает Что это все для меня А в духовном сознании Она очень четко понимает Что все для Господа И больше ничем не отличается На самом деле Как только душа Она займет положение Естественное положение Прямо утвердившееся То что все для Господа И что нету другого Другой альтернативы Жить в этом материальном мире Тогда мы Естественным образом Перемещаемся В трансцендентный Духовный мир И будем жить там уже В духовном мире Вечно Хореатрично На этом мы Гарга-Самхиту Не успели почитать Но Зато Пообщались Хори-Харая-Нама-Кришна Ядавая-Нама-Хам Ни-Харая-Нама-Кришна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok